Уважаемые народные депутаты, уважаемый народ Украины. Закон 3196 направлен на то, чтобы народ Украины видел, что избранная им власть хочет привлечь к ответственности тех лиц, которые совершают страшные преступления против народа Украины и которые скрываются на территории других стран, не желая отвечать перед законом. На сегодняшний день в Уголовно-процессуальном кодексе введено понятие заочного осуждения для тех лиц, которые поданы в международный розыск. Однако, те лица, которые обладают значительными финансовыми ресурсами, нанимают дорогостоящих адвокатов, подают иски в суд города Леона во Франции против Интерпола и снимают себя с международного розыска. Таких прецедентов было уже несколько. И первым прецедентом был прецедент Виктора Федоровича Януковича, бывшего президента Украины. Для того, чтобы дать возможность народу Украины увидеть реальное привлечение к ответственности тех лиц, которые совершали преступления против народа Украины, был разработан законопроект, в котором есть три статьи. Эта статья касается хищения в особо крупных размерах, 190 часть 1. Эта статья касается массовых убийств на Майдане, 115 часть 2. Эта статья касается создания организованной преступной группировки, которая грабила Украину в период с 2010 по 2014 год. В случае поддержки этого закона народными депутатами, подписанием президентом, мы получим возможность прилечь к ответственности заочно Януковича и других лиц, которые скрываются на территории других стран и не собираются возвращаться сюда. В случае принятия этого закона мы сможем провести открытый суд с трансляцией по всем средствам массовой информации мира и показать доказательства преступлений преступного режима Януковича. Без принятия этого закона, с учетом блокирования дорогостоящими адвокатами международного розыска Януковича и его Камарилии, это будет невозможно. И всех нас, уважаемые народные депутаты, и президента Украины, люди будут критиковать и говорить, что вы не сделали все возможное для привлечения их к ответственности. Уважаемые народные депутаты, я прошу вас поддержать данный вопрос, поскольку он является важным государственным вопросом по вопросу восстановления справедливости и порядка в нашей стране. Спасибо за внимание.